Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Мы благодарим вас за внимание, которое вы уделили нашей встрече и за время, которое готовы потратить на него. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Дина Гардышева Галина. И если у вас какие-то вопросы или вы хотели бы какие-то темы более подробно услышать, то милости просим вас к взаимному, так сказать, обмену к обратной связи. Любым удобным для вас способом. Естественно, на ваши вопросы мы постараемся ответить максимально подробно с учетом уже вашей специфики. А если какие-то темы вас более подробно интересуют, то мы будем рады и прочитать лекцию, объяснить, какие вопросы возникают в связи с тонкостями нынешнего периода. Ну и, соответственно, как вы знаете, сейчас практически все разделы учета претерпели изменения. И дивиденды не исключение, хотя вроде бы дивиденды достаточно уже устойчивые и не часто меняющаяся тема такая. По программам нашего вебинара, вот сейчас вы ее видите на экране, мы сегодня поговорим про дивиденды факционеров и начисления, то есть что изменилось на законодательном уровне в этом году, какие нам надо выполнить настройки и какие запомнить справочники. Ну, соответственно, про размещение и привлечение средств, про НДФЛ. Это сейчас очень болезненная тема такая, которая максимально изменена, скажем так. И про оформление документации и, соответственно, отчетности, которую мы должны сдать в фискальные органы. И если у нас немножко останется время, мы поговорим с вами еще про дополнительные сервисы и отчеты, которые сейчас стали доступны. Как будет сегодня построена наша с вами встреча? Значит, мы будем с вами смотреть на слайдиках нормативную информацию и параллельно будем переключаться на демо-версию. Сейчас я переключусь вот таким образом. Мы будем смотреть демо-версию ЗУП, зарплата и управление персоналом. И, соответственно, будем, так сказать, на практике пробовать ручками, сделать те операции, про которые поговорили в теоретическом формате. Сейчас я переключаюсь обратно на наши слайдики. И таким образом мы с вами начинаем. Ну, немножко нормативной информации, то есть обновим в памяти, что такое на самом деле дивиденд, и какие были особенности именно в этом году. Ну, вы все знаете, что дивиденды выплачиваются из чистой прибыли компании и немножко различаются в этом случае положения для ООО, то есть для ОООшек и для акционерных обществ, то есть АО. В ОООшках могут быть ежеквартальные, полугодовые или годовые выплаты. А вот в акционерных обществах по результатам квартала, по результатам полугодия и 9 месяцев и так далее. То есть фактически то же самое, но несколько другие термины. То есть перед принятием решения о выплате мы должны сделать несколько административных шагов. То есть естественно убедиться, что у нас есть эта прибыль и что у нас не надо, например, доплатить авансовый, доплатить уставной капитал, что мы не попадаем под процедуру банкротства, что чистые активы у нас превышают уставной капитал и резервный фонд. Ну, то есть, так сказать, проверить административные документы для того, чтобы не оказалась выплата без оснований. Ну и у нас есть нормативные требования, то есть вот здесь вы видите на экране, они перечислены. И эти нормативные требования вызвали, в общем-то, достаточно много и споров, и кривотоков. То есть у нас с вами с 2024 года НДФЛ рассчитывается с совокупной налоговой базой. И, соответственно, в этом отношении совокупная налоговая база не имеет достаточно четкого определения. То есть раньше мы производили взаиморасчет по каждой базе, и уже объединение баз делала налоговая инспекция. А в соответствии с новыми законодательными актами для дивидендов есть особый порядок расчетства, и это уже регулируется налоговым кодексом. И, собственно говоря, непонятно было, каким образом считается эта база по НДФЛ, с учетом дивидендов или без учета дивидендов. Собственно говоря, вся проблема состояла именно в этом, потому что суммарная база начисления у нас теперь 5 миллионов, и в этом случае, соответственно, действует до 5 миллионов 13%, и, собственно говоря, на первых порах первые, скажем так, процедуры по переходу на новую методику давали результат начисления такой, что НДФЛ по ставке 13% пересчитывался, то есть мы получали излишне удержанный НДФЛ, а НДФЛ по ставке 15% наоборот недоудержанный. И, соответственно, такая, в общем-то, методика работы программы вызывала обморок и кучу вопросов. Ну, после этого у нас произошли некоторые изменения, то есть у нас вышли разъяснения налоговой инспекции, и вышло пояснение, что дивиденды, база по дивидендам рассчитывается отдельно и отдельно по зарплате, то есть дивиденды больше не включаются в совокупный доход для НДФЛ. И, соответственно, был изменен официально, изменен новый алгоритм расчета НДФЛ, и он у нас действует в зубе с релиза 3.1.27. Обратите внимание. Сейчас мы с вами переключимся на минутку на нашу темо-базу, и я просто напомню, где мы можем посмотреть релиз. То есть вот по этой пиктограммке мы можем вызвать выпадающее меню. Вызвать выпадающее меню. И здесь нас интересует меню о программе, то есть справочное сведение о программе. И мы с вами видим, это у нас платформа, релиз платформы. И вот сам релиз конфигурации. Мы с вами работаем сейчас на 3.1.28. То есть в этом случае у нас уже как бы все изменения вынесены в программу. И, естественно, для того, чтобы начать работать в программе с начислением НДФЛ, нам надо подготовить и проверить, какие у нас есть настройки. Сейчас снова возвращаемся к нашим слайдикам. И мне хочется показать вам вот такой слайдик. То есть напомнить, что при работе с дивидендами, независимо от того, какой у нас налоговый режим с вами, то есть или упрощенка, или общий режим, и, собственно говоря, независимо от того, кому мы выплачиваем доходы, дивиденды, то есть физлицу или юрлицу, в этом случае у нас компания выступает как налоговый агент. То есть мы должны рассчитать и удержать при выплате и перечислить в бюджет, соответственно, подоходный налог или налог на прибыль, если мы с вами говорим про юрлицо. Но поскольку мы с вами сегодня говорим про конфигурацию 1С ЗУП, то есть зарплаты управления персоналом, то в основном мы будем говорить, конечно, про НДФЛ, то есть когда дивиденды выплачиваются физлицам. Ну, немножко затронем, конечно, налог на прибыль, но в основном будем про НДФЛ. Значит, я хочу напомнить, что при начислении дивидендов мы должны обратить внимание на документальное сопровождение этих операций. Почему? Потому что как бы унифицированных документов в этом случае нету, то есть у нас должно быть оформлено решение учредителей. Если это ОООшка, то это решение общего собрания участников. Если это ОООшка, то это общее собрание акционеров. Или это может быть общий совет директоров, если, допустим, промежуточные дивиденды вы хотите выплатить. Обязательно должно быть решение, которое оформляется протоколом. Соответственно, введение протокола должно быть по имеющимся правилам. И на основании протокола делается бухгалтерская справка расчет. В программе это у нас происходит немножко другим образом. Мы сейчас с вами вернемся к программе. Но именно местные локальные акты должны содержать обоснования для начисления, для выплаты дивидендов. И это обоснование должно иметь под собой, собственно говоря, решение учредителей, либо акционеров, либо совета директоров. И вот здесь у нас начинается именно самое интересное, потому что у нас налоговые базы будут, ну, например, если по итогам года выплачиваются, то выплачиваются в начале следующего года, когда уже утверден баланс и все финансовые результаты. И с 2024 года у нас с вами платится единый налоговый платеж и дивиденд, естественно, надо перечислять через единый налоговый платеж. И вот в этом случае мы с вами используем КБК, вы видите его на экране, 182-01-06-12-01-01-04-0510. Специальная КБК по налогу требуется для того, чтобы мы могли указать в уведомлении. То есть у нас 13% уведомления до 5 миллионов, 13% будет иметь вот такое КБК, вы видите, с жирным шрифтом выделена вот тут часть, которая действует для 13%. И если у нас доходы больше 5 миллионов, у нас будет другой КБК, который мы должны указать в отчетности. И вот выделен тоже с жирным шрифтом, это часть, которая отличается от 13% КБК. Ну, я напомню, что ставка налога, то есть 13% или 15% у нас зависит в первую очередь от суммы, и во вторую очередь от того, резидент или не резидент наш получатель. То есть 13% есть у нас резидент, и доход составил до 5 миллионов рублей. Если он у нас резидент, но доходы свыше 5 миллионов рублей, то, соответственно, в этом случае мы применяем ставку 15 миллионов рублей. Если в прошлый год это была временная ставка, то есть 13-15% это были ставки переходного периода, то в этом году, в 24-м, это уже утвержденные, фиксированные ставки по налогу на НДФЛ. И 15% независимо от размера дивидендов, выплаченных за год, если у нас получатель не является резидентом. Ну и, собственно, как я уже говорила, если мы физически берем во внимание, то мы будем начислять НДФЛ. Если мы поговорим про юридическое лицо, то в этом случае мы начисляем налог на прибыль. И, значит, так, промахнулось немножко. Как вы знаете, у нас изменился порядок по уведомлениям. Мы по НДФЛ отсылаем два уведомления в течение месяца. И если НДФЛ у нас с первого по 22 число текущего месяца, то мы должны его заплатить не позднее 28 числа текущего месяца. Если он у нас с 23 по конец месяца, то в этом случае заплатить мы должны не позднее 5 числа следующего месяца. Ну и для декабря у нас особые сроки. То есть, если с 23 декабря по 31, то мы платим не позднее последнего рабочего дня года. То есть, это должно быть не после новогодних праздников, а до новогодних праздников. Ну и, собственно говоря, теоретический блок, так сказать, у нас немножко уже... Мы про все поговорили, про все вспомнили. И еще осталось немножко информации. То есть, соответственно, это по уведомлениям, как мы говорили, что сейчас по НДФЛ уведомления подаются два раза в месяц. То есть, не позднее 25 числа, если мы отчитываемся с 1 по 22, и не позднее 3 числа, если у нас период с 23 по последний день месяца. Но здесь нужно помнить вот о чем. Что если вы работаете с ИНП, то, соответственно, уведомления по НДФЛ имеют приоритетное значение. И если, например, у вас не хватает денежных средств на уплату всех налогов, то нужно помнить, что в первую очередь в безакцентном порядке будет списан НДФЛ с вашего единого налогового счета. А уже после этого оставшиеся средства будут списываться на все другие налоги. И еще о чем нужно поговорить, это о том, как у нас это будет дорожаться в зарплате и управлении персоналом. Как мы уже с вами поговорили, у нас суммы дивидендов не входят в состав налогооблагаемой базы по НДФЛ. Но здесь есть такая тонкость. В зарплате, ну, собственно говоря, не конкретно в конфигурации, а при расчете заработной платы нужно помнить о том, что сумма дивидендов временно исключена из общей налоговой базы. Это у нас с вами статья 210 Налогового кодекса, пункт 2.1. И, соответственно, если будут какие-то изменения, за этим надо следить, потому что временно исключена, это значит на неопределенный период и нужно следить за тем, чтобы она не была приостановлена, эта временная норма и не была включена в общую базу, соответственно, на общих правах. То есть сейчас по поводу дивидендов мы действуем так, как это было раньше, в 2021-2023 годах и пункт про совокупную налоговую базу дивиденды не затрагивает. У нас в базе я сделала пример для отражения для отражения НДФЛ дивидендов и мы с вами его сейчас посмотрим. То есть вот здесь вот вы видите какое будет начисление, если, например, у нас дивиденды вы начислены в сумме 7 миллионов рублей, то есть больше 5 миллионов. Соответственно, мы с вами начисляем 13 процентов с 5 миллионов и потом оставшиеся суммы 7 минус 5 остается у нас 2 миллиона. Вот с этих 2 миллионов мы с вами начисляем НДФЛ по ставке 15 процентов. Он составит вот они наши начисления. То есть соответственно начисление у нас состоит из двух частей. Это 650 тысяч, которые с 5 миллионов и 300 которые с 2 миллионов. А теперь мы с вами переходим уже так сказать на практическую часть и значит какими документами мы будем отражать начисления. Ну соответственно у нас есть отдельный документ специальные дивиденды и располагается сейчас мы с вами посмотрим на самом деле в разных информационных материалах дается разное указание вот сейчас на слайдике мы с вами посмотрим раздел заработная плата и здесь в заработной плате у нас есть с вами вот документ дивиденды. но вообще часто бывает что показывают другой документ то есть вот такой слайдик и у нас с вами не в меню зарплата а в подразделе выплаты и здесь берется прочие доходы и уже начисляется вот по этой переход по этой ссылке на самом деле и в первом и во втором случае мы с вами попадаем в раздел дивиденды и создаем новый документ который в общем-то и отражает начисление дивидендов и удержание то есть выплаты и удержание НДФЛ ну естественно мы задаем за какой период должны быть эти операции выполнены когда и когда выплата осуществилась должна осуществиться вернее и в этом случае у нас с вами получается вот такая строка запись и сейчас мы переключимся именно на нее то есть в нашу демо базу так и чуть-чуть подвинемся вот и здесь мы с вами например вот так вот наверное вот так вот если мы с вами смотрим раздел зарплата то вот он у нас пункт дивиденды если мы переходим по этой ссылке мы с вами попадаем вот в такой журнал начислений и вот мой пример который я делала то есть у меня начисление за май я могу добавить естественно новое но чтобы мы не теряли время я пока использую уже готовое то есть я заполнила период я заполнила дату номер у меня программа генерирует самостоятельно я выбираю то юридическое лицо которое у меня участвует в этом начислении и вот здесь вот обратите внимание я уже подчеркивала этот момент дата выплаты то есть у меня ставится 20 05 24 и вот здесь это уже не совсем так очевидная ссылка идет ссылка на статью налогового кодекса вот по такой отмечке вопросительный знак мы с вами можем получить справку что это такое и соответственно вот у нас здесь что если перечисление налога наступает 28 числа следующего за выплаты дохода то в этом случае я должна здесь поставить чекбокс то есть красивую зеленую отмечку или не ставить ее то есть до 2023 года такая зарплата происходила через месяц после выплаты доходов я ставлю в этом случае отметочку и у меня формируется вот такая строка значит во-первых на что здесь нужно обратить внимание реформирование вот этой статьи вот этой строки я могу через подбор использовать справочник или добавлять в него какие-то новые записи что такое подбор в этом случае я попадаю в справочник физических лиц и соответственно выбираю физическое лицо которое у меня содержится в этом справочнике либо могу добавить ну я в этом случае ничего нового не стала делать значит здесь я выбираю показать все и вот тут у меня начинается проблемам то есть мне не совсем понятно у меня на самом деле много физических лиц почему я вижу только одно то есть если я вот здесь вот вставляю соответственно чекбокс то вот в этом случае я вижу все свои все свои физические лица и могу выбрать любое нужное мне физическое лицо и оно у меня будет отражаться в этом справочнике то есть я уже его один раз выбрала если я выбираю какое-то физическое лицо которое раньше мне не участвовало в начислениях то естественно мне нужно либо создать это либо выбрать тех кто уже есть так мы вот так вот сделаем я выбрала вот Светлану Базову значит и что у меня здесь идет начислена сумма которую я рассчитала по результатам допустим общего собрания что общее собрание утвердило выплатить дивиденды в размере например 15 миллионов и сколько у меня есть учредителей акционеров соответственно пока в соответствии с решением учредителей я распределяю сумму дивидендов то есть эту сумму я вношу ручками и НДФЛ у меня рассчитывается автоматически то есть мне не надо думать сколько у меня до до 5 миллионов сколько после 5 миллионов программа рассчитает автоматически налог НДФЛ и сумму которую мне останется выплатить сотруднику и соответственно вот когда я ставлю дату выплаты то у меня именно этой датой будет происходить выплата то есть ведомость на выплату у меня отсутствует у меня ее не будет но выплатить дивиденды я могу любым способом то есть и банка через банк и через кассу ну то есть любым способом сейчас я пока закрою то есть я создала этот документ и выполняю провести и закрыть то есть у меня в общем журнале появляется вот такая запись теперь это мы с вами усмотрели если я из раздела зарплата иду в раздел меню дивиденды и формирую документ теперь я по-другому сделаю то есть я в меню выплаты выберу прочие доходы то есть то что многие информационные ресурсы советуют то есть выберу прочие доходы и как видите попадаю в ту же самую точку то есть в тот же самый журнал документов и могу создавать новый документ вот здесь обратите внимание если я использую кнопку создать то у меня выплата бывшим сотрудникам и дивиденды значит вот здесь немножко в разных версиях идут разные то есть выплаты бывшим сотрудникам это в всех версиях а вот здесь дивиденды или в других релизах прочие выплаты сотрудникам ну естественно мы выбираем дивиденды и вот сформируем новую запись я не буду исправлять даты сегодняшние ставим но у нас уже опять же крон c то есть даты будут стоять соответственно текущие и через подборы я выбираю либо тех кого я выбирала раньше то есть тех получателей которым начислялись раньше дивиденды либо проставляю флажок вижу весь справочник физических лиц и в этом случае могу добавить могу выбрать кого-то нового например вот Ирина Грегор это у меня будет не резидент ну пусть я его выберу так сейчас мы подвинемся вот так и я значит ему хочу начислить ну например мы возьмем 6 миллионов 6 миллионов я ему начисляю налог я начисляю дивиденды и как вы видите у меня налоги рассчитываются сразу и налоги и сумма к выплате и собственно говоря я указала когда у меня должна быть эта выплата и теперь моя задача провести и закрыть я это делаю вот у меня появилась еще одна строка еще одна запись в этом журнале но как мы с вами знаем в зарплате и управлении персоналом у нас с вами особенный механизм отражения для бухгалтерского учета то есть для обмена допустим с бухгалтерской программой или с ERP значит в этом случае я должна проверить эти свои настройки как у меня собственно говоря настроена настроена обмен заработной платы в этом случае я перехожу в раздел заработной платы и здесь у нас с вами есть бухучет и собственно говоря отражение зарплаты в бухгалтерском учете то есть от этого зависит на каком счете я хочу видеть свою заработную плату то есть на 70 или на 76 и я проверяю как настроены мои документы то есть у меня уже создан документ по моему примеру я могу посмотреть как он выглядит то есть видите у меня начисленная зарплата и взносы закладочка не заполнена закладочка начисленная НДФЛ заполнена по сведениям которые я вела про мои дивиденды ну и естественно закладочка удержанная зарплата у меня пустая потому что у меня были только дивиденды и обратите внимание у меня настроена регистрация в налоговом органе соответственно куда я сдаю отчетность и ну поскольку это у меня демонстрационная база то это виртуальные сведения естественно в вашем сведении в вашем случае будут сведения которые содержатся в вашем игре значит отражение заработной платы сейчас мы его закроем мы с вами можем сделать через настройки и еще через меню заработной платы вот один момент хотел показать отражение удержанного НДФЛ в двух учете то есть здесь у нас будет вот такая запись это собственно та запись которую я сделала по своему начислению и обратите внимание здесь КБК проставлены уже те которые мы с вами про них поговорили в начале нашей встречи то есть КБК для 13% НДФЛ и КБК для 15% вот они распределены по суммам и по КБК то есть и здесь вам программа поставит число когда вы должны заплатить данный налог то есть можно и заранее но сейчас заранее предоставлять уведомления не требуется даже больше того не то что не требуется они рекомендуются потому что вы можете получить в ответ уведомление что представлены документы не соответствуют периоду начисления так теперь мы с вами перейдем из этого раздела в администрирование и собственно говоря мы с вами должны проверить то есть те настройки которые у нас были когда мы начинали работать заработной платы это естественно общие настройки но интернет поддержка тоже конечно важно но мы пока говорим про вот эту настройку то есть напомню что вот сюда мы пишем наименование как я хочу назвать свою программу чтобы она у меня понятно для меня отражалась в списке например баз если у меня их много ну вот зуб демо вот видите он у нас она и отражается и на другом разделе настройки мы соответственно смотрим что за классификаторы мы можем заполнять и какие собственно говоря мы задаем проводки для дополнительной для отражения в учете собственно говоря наших наших расчетов сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам и я хочу показать следующий слайдик и мы по нему немножко поговорим значит кроме того что у нас формируются проводки для выгрузки например либо в бухгалтерию либо в ERP либо в другую конфигурацию значит у нас с вами НДФЛ по дивидендам имеет определенную форму и соответственно выглядит вот так то есть у нас 6 НДФЛ мы по новому отчитывались за первый квартал то есть в начало года у нас действует новая форма НДФЛ и сейчас мы на нее переключимся посмотрим в натуре то есть видите в разделе номер 1 мы видим какие КБК у нас отражаются и в разделе 2 то есть когда формируется раздел 2 у нас формируются по автоматически эти средни то есть разделенные по КБК ставки налогов то есть сама ставка какой КБК начисление сейчас мы посмотрим с вами это так сказать на базе и еще раз повторим теоретический материал так скажем собственно говоря основной документ который у нас в заработной плате нас интересует который мы должны настроить это отражение заработное отражение в БУХ-учете и вот в этом случае у нас база по дивидендам отражается совокупно нарастающим итогом по результатам естественно каждого месяца то есть рассчитывается она отдельно от всяких наших зарплатных начислений и зависит только от совокупного размера дивидендов без заработной платы соответственно если мы делаем выгрузку то мы должны отражение зарплаты зарплаты в БУХ-учете синхронизировать с теми с теми проводками которые будут в этом в конфигурации зарплаты управления персоналом сопровождать это начисление сейчас мы с вами снова переключаемся на домобазу вот вы видите то что мы уже с вами посмотрели то есть слайдик который иллюстрирует различные КБК для различных ставок и соответственно суммы которые начислены по этим КБК сейчас мы с вами переключаемся и так вот и соответственно меню заработная плата вот мы с вами видим отражение зарплаты в БУХ-учете это настраиваемые проводки которые настраиваются в разделе настройка и администрирование и собственно говоря теперь нас интересует отчетность отчетность 6 НДФЛ что мы в ней увидим мы с вами берем вот этот пункт меню этот подраздел и здесь у нас с вами есть блок 1С отчетность ну и дополнительные справки 2 НДФЛ если мы это передаем налоговый орган отчетность 2 НДФЛ мы попадаем с вами в общий журнал подготовленный из данной отчетности и соответственно выбираем через кнопочку создать здесь то что нас интересует ну например отчетность по физлицам 6 НДФЛ и 6 НДФЛ с 2001 года то есть 6 НДФЛ это старая редакция старый отчет и в нашем случае я могу его выбрать если например мне необходимо корректировочную отчетность составить за прошлый период если я составляю новую отчетность то мне нужно 6 НДФЛ с 2021 года то есть я выбираю в этом случае ту организацию которая мне нужна и как вы видите подсказка то есть что это действующая форма ну и мне нужно вот за полугодие я буду брать чтобы было видно и первый и второй квартал и по кнопочке создать мы соответственно получаем нужную форму и я использую кнопочку заполнить чтобы у меня попали сюда в этот расчет мои данные уже и как вы видите в первом разделе я вижу те суммы которые у меня начислены то есть это у меня КБК по общим начислениям то есть по зарплатной плате а вот это у меня уже пошли КБК по дивидендам то есть по по суммам которые начислены уже в соответствии 13% ставка или 15% и в разделе 2 вот я смотрю я могу посмотреть КБК общее начисление то есть вот 13% КБК которое соответствует заработной плате и начисления которые у меня произошли по именно этому виду доходов вот у меня КБК который 13% но который уже соответствует например депутинтам и КБК которые по 15% вот у меня их 2 потому что один у меня был для примера сделан а второй я сейчас сделала когда демонстрировала вам через кнопочку создать какой получается документ и соответственно получается здесь сумма налога которая превышает 5 миллионов и сумма налога которую начислила программа и собственно говоря удержана сколько удержана и по каким срокам то есть первая часть у меня была составлена по 20 мая соответственно она попадает вот в этот временный промежуток а второе начисление я сделала сегодняшним числом то есть она попала в другой временной промежуток и соответственно у меня в этом случае получается три раздела которые я вот могу посмотреть сейчас мы отсюда с вами уйдем но уйдем не совсем вот так делаем нет нам не надо изменения потому что у меня изменения уже произошли и здесь я хочу показать другой момент то есть у нас есть разные личные кабинеты и разные личные кабинеты мы собственно говоря видим и вот здесь и в меню зарплаты кадра у нас есть еще личный кабинет сотрудника вот личный кабинет сотрудника и в сервисе то есть вот налоги и отчетность извините отчетность и справки 1С отчетность у нас есть другие личные кабинеты которые связаны с конкретно налоговыми органами соцфонд бывший ФСС и соответственно статистика и всякие другие органы фискальные органы значит вот эти личные кабинеты нас интересуют в общем-то больше с той точки зрения что есть еще личный кабинет который связан с единым налоговым платежом и с единым налоговым счетом то есть соответственно личный кабинет у нас есть и для того чтобы работать с единым налоговым счетом и вот чтобы у нас была возможность подключить этот кабинет нам необходимо использовать сервис 1С отчетность посмотреть его на него мы можем вот отчетность и справки 1С отчетность и здесь мы можем с вами посмотреть сведения то есть рекламный баннер который программа дает для работы с личным кабинетом это подключение сервиса 1С отчетность именно сервиса не блока и этот сервис мы можем подключить если у вас подписка ИТС проф то в этом случае мы можем подключить одно юридическое лицо бесплатно и если у вас сервис 1С техно то подключить его сервис 1С отчетность мы можем только за денежку но на самом деле в этом случае денежка в общем-то достаточно небольшая порядка 4800 рублей ну в зависимости естественно от количества лицензий и если поделить это на год то получится совсем дружественная сумма еще раз вернемся к нашим слайдикам и здесь я хочу еще немножечко теоретическое скажем так составляющее вам показать то есть у нас можно настроить синхронизацию то есть через меню администрирования мы с вами формируем соответственно во-первых от той проводки которую мы задаем либо 70-й либо 76-й счет это удержанный НДФЛ и соответственно по 13-ти процентной ставки и по 15-ти процентной ставки и то есть это уже через меню администрирования настраивается и еще один момент то есть мы дивиденды с вами смотрели в отчетности 6 НДФЛ которую с первого квартала уже новая предоставляется то есть новая это не только бланк но и формат самого отчета то есть туда включаются и персональные сведения и все остальные сведения которые в этом отчете переименованы если же мы говорим с вами про отчетность по физическим лицам то их в разделе 1.3 декларации по прибыли отражать не нужно ну естественно если это юрлицу то в этом случае выплата дивидендов юрлицу уже подчиняется другим правилам и еще хочу задержать ваше внимание вот на таком моменте как вы знаете в 2024 году у нас изменился порядок выплаты заработной платы и при этом у нас получилась вот какая вещь то есть заработная плата практически равноправная у нас начисляется за первую половину месяца и за вторую половину месяца и в общем-то в связи с этим у нас появилась некоторая специфика мы сейчас быстренько ее посмотрим то есть начисление заработной платы у нас происходит в разделе сейчас мы переключимся так в разделе заработная плата и когда мы начисляем заработную плату за первую половину месяца то мы используем все начисления и через кнопочку создать у нас здесь есть видите начисление за первую половину месяца мы в этом случае выбираем за первую половину месяца и ну вот например я просто уже готова открою в этом случае у нас отражается начисление заработной платы и соответственно НДФЛ который мы начислили и мы с вами указываем расчет первой половины месяца до и дальше уже соответственно число которое у нас указано в местном локальном документе то есть положение об оплате труда и о премировании вот когда мы с вами первая половина месяца у нас рассчитана и мы с вами делаем практически еще один документ по начислению заработной платы и начисляем остаток заработной платы то вот в этом случае мы уже используем начисление зарплаты и взносов собственно говоря мы попадаем в начисление зарплаты и взносов и в этом случае у нас только один вид через кнопочку создать только один вид начисления и мы используем его например вот февраль возьмем в принципе здесь практически те же данные но уже указывается полностью оклады которые есть у сотрудников соответственно выбирается есть и договоры ГПХ там какие-то пособия НДФЛ которые мы со всех удерживаем ну то есть вот расчеты все соответственно вот цифры которые отражаются здесь и программа уже будет делать немножко другие проводки просто про то что начисление заработной платы за первую и за вторую половину месяца делается из разных разделов про это обязательно нужно помнить и еще один момент на котором мне хочется остановиться это то что при настройке при первоначальных настройках которые мы с вами делали у нас вот так здесь мы с вами видим журнал тех начислений которые у нас есть и слово аванс сейчас у нас не фигурирует сейчас фигурирует именно начисление заработной платы на аванс и если при настройке программы вы например забыли поставить галочку что облагается НДФЛ такая выплата такое начисление то программа вам в автоматическом режиме насчитает НДФЛ с этой заработной платы то есть с аванса бывшего именно в принудительном порядке то есть вам не требуется проводить дополнительно этой операции но к сожалению у нас не так много времени на встречу поэтому мы сейчас с вами переключимся снова на наши слайдики вот так и снова посмотрим практически раздел начисления заработной платы и взносов и вы видите на экране то есть на что следует обратить внимание и то что я вам только что рассказала что при необходимости вы используете разные разделы для обращения к начислению заработной платы если вы начисляете за первую половину месяца то есть аванс мы с вами используем вот этот все начисления если за вторую половину месяца то мы соответственно используем вот этот раздел и мы с вами возвращаемся к началу нашей встречи я хочу еще раз показать вам наши контакты то есть соответственно телефоны электронную почту телеграм контакты и сайт если вам по какой-то причине оказалось неудобным время проведения то вы можете попозже вернуться на сайт мы выкладываем записи вебинаров и выкладываем соответственно может быть еще какие-то материалы вас заинтересуют мы будем очень рады и сейчас компания Кудерлайн благодарит вас за внимание за уделенное время спасибо всего доброго хорошего дня